Мы в воскресенье ездили за этими, поехали, он там занятия снимал в школе, а потом мы пошли, а он уехал вместе с камерой, уехал домой, у него спросить надо, а мы ушли за малиной, это последний раз, когда была камера его. Я его спрашивал, когда поехали туда, ты их брал, нет, я на свой снимал, нет, значит, где-то в этом промежутке, в прошлом году была такая история, в городе потерял телефон, все, только искали, нигде нету, 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 оказывается, ездили, когда мед брать, и он там что-то передавал и туда положил, Где он был? В бардачке, в газели, в бардачке, впереди, а я только сейчас сказал, сходить, посмотреть, а я тебе привез он замену, ну ладно, я хочу вам больше сказать, Я вчера работал с Виталием Викторовичем Калинниковым, я вот так называю, потому что он у меня свидетель, Вчера, вчера у меня первый раз было такое, я говорю, мне надо поезжать, ну, куда там доник растет, я говорю, я туда уйду, чтобы вы меня не видели, вас нужно было здесь, А потом думаю, далеко, я тянет, я рядом, никак, солнце палит, я тогда к машине ближе, спереди, там, в стеночек, он мне дал, Рыбу вчера почистили, вот, рыба закрыта была там, кровь его или это, там лень-то подлежал, нехорошо у меня, Ослабление такое, и вчера мы заостряли в сваре, я сразу сказал, у тебя дома груша висит, синяя, ты работаешь, да нет, 5-7 назад я бросил, Ну, а я бросил 60 лет назад, еще спрашиваю, я занимался боксом, мы тут маленько с ним, что-то есть общее, побудь, наверное, Я бросил, мне нужен крепкий удар, будем сейчас, попал врача, вроде, пирой, бензопирой, отпилил, они его, ну, получались, и он рубит, и рубит хорошо, и, ну, это нужно работать, никаких вещей не было, Но каждый раз, когда он бьет, мне сотрясать, по нему идет, и он сползает, спинка, или на земле, большую ставить, У тебя до этого борцов Александр был, мы вместе работали, большую сваю мы на землю ставили, на землю отрубал, То есть он ее убирает, он новое ставит, я руки отбил, я даже и два ложку держу, Бьет, а она подскакивает, и вчера только один раз маленько наклонил ее, и она коснулась в моей голове, как она мне от удара потрясение какое дает, Я все подбираю к главному, но такое у меня ослабление, ну, прям никак, и неудобно-то перед вами, я говорю, я где-то за леву, маленько, чуть-чуть, Чтобы вы-то меня не видели, чтобы вас не побудить, а то все развяжутся, еще у нас будет, Ну, и вот мы, 112 свай, 112, ты умножь, только на четыре стороны, это еще у тебя будет удар, А ведь там много, бывает, со мной со мной отрубить, на раз пять приходится, у меня там сучок, или что-то еще, Это все у меня, одно к одному пошло, И пошло это, и грубка, и все, сотрясение, я работал когда-то на отбойном молотке, шахтерском, бетон там, я знаю, что такое, И дома строили в Волгоградской области, брелок тесать, а дерево дух, железо, И вот обтесать, как я в первый раз видел, натягивши, делом, на шнуре, небольшом, раненьким, таком, подтягивши, Тянешь, она ударит, где, это, значит, прямая линия, поднял, она ударит, вот, а теперь, ну, 24 года, Самая сила здесь, я приходил, ну, если без лукаса-то работа, а я никогда никаких перепуток не знал. И вот, это я все припоминаю, как это было. У меня было несколько операций, и операции все связанные с тяжестями. Одновременно, три грыжи на позвоночнике, То есть между позвонками, там идет такая прокладка, которая уменьшает, чтобы не разбилась, как бы уменьшает. И она, когда выпирает наружу, это называется грыжа. Грыжа, ну, допустим, мы несем длинную рельсу. А бывает местность неровная. А бывает, бывает, что мы подняли, ее бросить нельзя, она ногу отводит ее, или куда. А два из другой лукасит, и на тебя ложится двойная-тройная тяжесть. Я выдержу, но организм не может выдержать, он раздавливается. А так Бог устроил. Я подбираюсь к этому разуму, к делу. Мне нужна помощь ваша, о чем я говорю. А операции у меня было несколько. Назад обеду, если вот так, мне говорят, можно было по-другому. А у меня там в санатории, где на коляске, который я сидел там, парализованно. Операция тяжелая была. Дело в том, что когда я очнулся от наркоза, уже в реанимации, и здесь он теперь профессор должен, как говорится, Дмитрий Александрович. Делядин, второй врач, который делал, и у меня щиплет. Чувствую ли я или нет ноги? Если я не чувствую, значит, нервы задели. А они говорят, что у вас необыкновенное устройство. Подвоночники там, два идут канала. А у меня одно, то есть, в сжатом виде все идет. Еще где-то маленький, сразу коснешься. У меня так удачно была операция. Я когда пришел, некоторые стояли. Ложиться нельзя, сидеть нельзя, только можно стоя или лежа. Поэтому в лагере у меня на столе большой бащок стоял. Мы подавали, я поил целый временный нога. Это все, в каждом деле, целая история, что я видел во время, когда под наркозом был. Потом, который делал операцию, приезжал сюда с женой, было хорошее отношение. И новое в науке, медицине. И когда где-то он был в Санкт-Петербурге, он мне, теперь он профессор, работает в краевой больнице, там, где Виктор Анарич Яковлев был. И он говорит в докладе, поминали вас, и вот так удачно. Еще операции не было, а кому-то делали, и они уже на четверейках стоят. Я ушел, а они все еще стоят. У меня очень, можно сказать, по сравнению с тем, легко не скажешь. Дело в том, что дня три прошло, я стал просить где-то шевелиться. А там и спортзал, не из-за таких коллекций. И стал думать, горе, одно и другое. Я уже приехал домой, меня тут ночью, и в лагерь не спал, встречали. Совсем наложили в теле, я начальник так. И поднимать нужно было мне не больше трех-пяти килограмм. Я вчера тебе сказал, а я вчера эти сваи в подверг, и голодом таскал. И придя домой, я только заметил, что я наделал. У меня то, что было, которое буквально раздавлено, возобновилось. Возобновилось. Оно было недавно, как недавно, несколько месяцев назад. Я Виктора Андрея сейчас спросил, что это означает. Он говорит, что это лопнуло, такой-то тон, и пошла кровь. И вот вчера, уже готовшись, я обнаружил то же самое. Выдавлено. Значит, ты себя не чувствуешь? Не чувствую. 83 года я себя не чувствую, 83. Самое большее, 30 лет тебе даю. Я не могу и войти, и в состояние никак. А организме, ну, от организме безношены, сколько пришлось всю жизнь на стройке. И я прошу и говорю, это для молитвы. Я вот встал, себя еще раз проверил, и вижу, да, серьезно. То, что у меня было, я еще кланяюсь. Это хорошо. А как и что будет? Бог его знает. Врагам это радость. Друзьям ищают. Но это ни то, ни другое. Я просто, чтобы не говорили, а, даже не сказал, буду молить, и то, другое. Я сказал, а чего-то теперь. Я не исцеление, ищу, Боя Божия. Мой организм, тело мое, которое дал мне Господь, оно послужило для меня. Других убивали. Нет, КГБ арестовало. Московская КГБ. Это не игрушка. Это очень серьезная организация. Там полковник был Путин Владимир Владимирович. Одно время я лежал с одной операцией, решили там попутно другой подхватить. По сердцу. Я помню, АТЖ там пять. А они там решили попутно, АТВИТО РАЗВЕЩИЙ, врач наш, сейчас наш, отельского обезда, в общем. Я бегу, а там минимум, за период этой одежды кто-то, кто такой врач? Вы кто такой? Нет. Я говорю, а по какой-то? Я сказал, сердечное. Я врач, говорит, так бегать не могу наверх, по этажам. Я неукротимый был всегда в работе, почти всегда 280-300% выработка была. Я вчера тоже. Виталий тащит оленя в зону. Я говорю, ты большая, а я поменьше. И подмышками, и туда, донесу, даже голодом. Походно хотел спросить. Вы вчера привезли, которые лохнутые, вы привезли, носили сюда? Да. Да. Я это все говорю не случайно вам. Прошу отдыхать мне сегодня. Там я не нужен. Вы свое дело знаете? Знаете. И которые, как только поднимаются на самый верх, там есть четыре, толстые такие. Это вам потребуется где-то, может быть, на распорте, там, ну, как первые доски прошли, вот, а теперь вы наращиваете это тоже. Толстые, настоящие, вот такие вот. Ну, это из клёна. Ну, это такое. Расширение. Что я не ушел, я слабил. Я, ну, просто, никакого, сказать, давления на организм, чтобы у меня не было. Меня берегли все время все, не давали воды. А потом я два ветра ношу, и все как надо. К вами ценизовал, я так руку, вот так вот, все время. И на других предупреждал. Я не придуряюсь, я голоду. Чтобы знали. А поклон не дает ли? И годы два или прошел, хлястнул, что-то я начал поклоны делать. Вот Бог как видит. А уже по, сказать, устроиться организмом, вроде бы, я и не должен был к этому. Но снова Бог, ну, для чего-то продлил мне жизнь, найти поклонность. Я поклонность говорю. И вчера, вот это я уже скрывался от работы. Никогда я не был. Так, Виталий, говорю. А он у меня как... Игнат Тихонович, вы просто брали, когда я уходил, вы 10, когда готовили по 10, по десяткам, и вы, видимо, большие... Ну, у меня все время... Это вообще... Да, на земле тут не уезжат. И Александр меня берег, и этот. Ну, видимо, где-то перешагнул бы... Большие, ворочим. Возвращение. Все пришло к теме. Все. Да не бегай ты, шаги, Магин. Я прошу молитвы, и не думать, что я уведу от работы. Для меня это очень важно. Я пока просто так медленно буду ходить. А вчера-то я пошел, вас оставил один. И шел, зашел. Трава по второму ноги, бошь прошел. Клинин зашел. Ирина Анатольевна Барабаш. Я говорю, вы дали мне, нельзя кому-то, томатный сок, потому что вводим большие банки. Вы употребляете какое-то эссенция, то-другое. Они все знают, я в рот не был этого. Я когда был лет пять, у меня сильно болело желудок. И когда уже здоровья не было, то я бы одного ввозили. Но не положили под них. Мама была еще в обеду. Так вот. Как мне надо было поступить? Надо беречься. Не могу. Тем более мне никогда во вред это не было. А тут, видимо, вот это сотрясение, это сколько мы работали с Александром, я держал. А сотрясение это внутри вот так вот он бьет, оно подскакивает. Большой. Возьмите, который щипили, Виталий принес и слева положил, на самом выходе. Ну, как заходить на дамбу. Остальное все знали. Выставили материал сегодня. Наша встреча с голубяным акционом. Никогда столько воззнов не было. Там, ну, и заседали. И отрицательных, допустим, вот 50 отзывов, из них только два отрицательных. Я вам, наверное, вообще, ничего не можно сказать, а просто разрывает его злобу. А все, наконец-то, встретились. Два гиганта православия. Это другое. Там столько всего. Вот это влияется. Дело в том, что, то, что я говорю, о том, что молитва по соглашению, я делаю отдельный ролик. Что означает слой, как это, и чем. Вчера уже выстроили, опять нашли три разных студии. У него там работает шахмат, а по другое. И обо мне неферимные вопросы задают. И вот везде отвечал очень, очень положительно. А вот я с Владимира обо мне. Я узнаю таких-то людей, которые начинают перечислять вот в Патриарх. А он сейчас в перемещении балакул. Все. Дальше вот так-то кого-то Алфеева. Но еще есть один человек, а тот к этой колготе не относится. И дальше начинает рассказывать про меня. Бывает, добавляют там это, естественно, человек, если он к нему хорошо относится, то я и ростом делаю свыше. А мы, говорит, намного тише и намного жире. как я сегодня просто так сомневаюсь. Побуду и вас оставлять-то никак. Но вы все знаете. Эти сваи, которые сделали мы, я практически это бездела. Туда-вниз все эти полида вылазить. И все эти дни даже вылазить, да, вот у нас было не вытягивать измотки. Вчера был. То есть это предел, за который я не могу перешагнуть. Мне Вячеслав задал вопрос, Семенов здесь был. Когда последний раз я спал восемь часов? Маленько я говорю, не тактично, а вообще спал или хоть когда восемь часов? А не когда последний раз. Последний раз, когда я спал два-туда часа отсутствия. Вот это можно спросить. То есть я организм своим всегда управлял и сокращал и сон и все остальное. Вот такое вам сообщение. Я на один на один пока прошу увольнительно. Все у меня, Виталий, мы с тобой все сделали там и с этими работой, там бить кувалды. Где Володя ушел? Запомните, где там дальше доходят, а Александр там этим занимался борцом. И там остались стоять перед самым концом, их не трогать. Но на каждый набить можно с той стороны дойти. Вот куда надо взять еще сети снять. И три жерди. Три. на высоте на самой на середине и ниже. Их между собой сцепить, они не упадут. И по них у вас больше там и сваи нету, до них дойдете практически все, но маленько может быть там. Лучше эти, которые останутся, сваи, их маленько протянуть туда, от самого нащады. Я вчера видел, когда делали какой-то сберег, быстро пробежал и видимо на ровку. андатар. 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 Да ты видишь? Я видел. Да. Я не решил рассмотреть. Андатар, видимо, я покажу очень анноватые. Андатар я там ловил много. Интересно, я одержал там, где вода стоит, я взял и убрал зарезанную и вода потекла. У них это тревога. тревога. Я капкана наставил там, никогда не было такой в один капкан сразу попало и шартущее наверное нашло. Ну я это все шкурки, там на шапке, это такое дорогое. Мне не надо я их всех выбрасываю и коршевер растаскиваю. Здесь, которые вы делаете там. Где что? Вот эти когда на боку лежат у них горбатые а там разные обломки которые целые где-то они сгодятся. Нет, ну на том конце как это заходишь там надо посмотреть. Может быть просто забить прямо а потом между собой обязательно схватить этими жердями. Жердей там хватает. Просто полно. Тем более него до горба дошел перешагнул в следующую вопрос. Нет. Давай. А я увидел когда мы делим воде с тобой ездили я видел какую-то желтую выдру которая плыла по воде. да это отда это она именно желтая коричневого цвета и когда тревога была я знаю это поставил и они туда где они были собрались со всей округи залатать скорее чтобы вода не уходила воды нету и выжитья никакого нету вот так ну а у нас посерьезнее бобры как они там теперь дальше что делать это может и сейчас вот именно там где нужно это щель это другое сено много топором туда вот между щели забить которые забиты вот так наклонные сваи где много там что-то можно ну тогда заталкивать наверное такие как ответ прямые как прути и потом пролить не мазать а пролить тонким слой пролить отработку она вреда деда как-то будет касаться они не любят и все от начала от первого до последнего свая пробить и свеже свая немного так чтобы струйка шла везде вот так вот пройти и все до работы там хватает и естественно что я сказал жилья а вот которые стоят можно даже с двух сторон и с той и с этой а как стоит на лодке у нас лодка там есть вот остальное вы там знаете сколько материал есть вы какие большие толстые которые лежат куда они не может быть на вы нужны которые распирают щиты вы сказали стоячие тоже промазать из той и той которая лежит вот так вот не а стоячие мазать их надо нет можно и по три и три жерди со стороны моря до тогда они как стояли будут стоять так она вывалилась как зубы другая третья это я вам наказываю что делать это вы свое дело заканчиваете а они это хватит хватит остаток в прошлом году мы искали везде подозрения пала были разные люди дети ну и у нас это лагерный порядок такой кто и приезжает он в палатку расстилают и вещи все переписаны законно это все было там и написано и отъезжают точно так же вещи свои так что у тебя было такой я забыл там и ход к этому или еще что-то мы все смиряли и поэтому как только человек уезжает его проверяют на вещи и вещами он выходит все он не имеет права обратно заходить если что-то где-то он взял уже не возьмет порядок все было обзумано и у Володи то потерял хороший телефон потом только объяснили где он пройдет там остался слава богу я пошел все голубян и вы только синий 7 запрак и вы туда поедете и там которая есть дальше которая свая бывшая все оттуда перевозить перепили на дрова достаточно потом я хотел это сделать вот как говорил охота сделать я могу даже приехать взять с собой палатки и то что мы убили сколько есть палатку с собой тащить на палатку и там в конце вытащить туда за это губор пусть там где-то березы бабры завалили в одно место свалить батюшка был говорит это все убрать надо взять грабли железные то что там кора была всю кору и все что нам убили перенести туда этот проход будет чистый культура землепользования культура лесомодчества после себя все подобрать как по полочкам лежит засыпать надо не надо засыпать надо эти стружки а там приезжают охотники они будут брать себе на ту сторону идешь как вал лежат где жерли и подальше валеть там даже котят ну в плотой к этой бровки машины когда заезжает бровка со мной со мной на ту сторону если как заезжаешь то налево грабли взять и он может один отойдет сколько есть поселия набрал вывод опять дальше все будет чисто я привык ну у Виталия есть крем бальзам мне ногу я мазал боль уходит может быть вам промазать все там смазать два и без лебеда то бальзе не мажут у меня есть причина в этом потому что это разносится к сердцу я очень сильно болел и и и не мазать он корневич болезнь не вкушает себя и когда у меня колени нужна что я не знаю, мне надо ходить больше, летом у меня еще нет, а зимой я сижу на одном месте, да, намазать можно, мне все время подсовывать, но никогда не мазать и массаж делать отказываюсь, может неправильно, но это мое тело, я знаю, что ему нужно, у тебя, видишь, просто удар, а у меня не удар, это и холод, и все, что было, и организм перенашивается, мотор-то, кажется, машинка тоже перенашивается, сколько он на самолетах, везде поставлен предел, за который нежелательно переходить, на что он рассчитан, жизнь человеческая 70 лет, при большей крепости 80 лет, я до крепости уже зашел, и все спрошу, поэтому не тратьтесь на это, я сейчас долган славу и выйду, спасибо, Господи, спасибо, Господи, Слава Тебе, если угодно дать Тебе исцеление, пошли мне, это будет поле Твоя Святая, тело, которое Ты дал мне, оно послужило мне хорошо, и за это слава Тебе, и за родителей, от которых я получил это тело, это Твоё благословение, хвала Тебе и слава за всю отчетственность, Твой Дух, аминь. 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 Так, что хотел сказать? Игнатий Тихонович, на 15 сентября я, ой, на 11 сентября взял билет. Ладно. Видите, сколько ты был, поспочите, я пришел. Володя вот получил права там еще, эх. Ну вот, постараемся вот это. Постараемся, потому что, я говорю, ты дай, как бы, не обещание, но перед Богом, чтобы в город не ездил. Тебе там делать не в чем. Там у машины хватает. Зачем тебе нужно? Ты ее сохрани здесь. Ну и здесь кто-то нажаловался, и приехали, и машину на прикол поставил. Ему билет для этого нужен. Он знает, он урод, ты видишь какой. У меня скорчено. Я ушел. Спаси Христу. До сентября еще август пробудете. А вам после первого хотел приехать, а там был тогда Юрий. Да. Павлик. Я слушаю вас внимательно. Еще? Другие. 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 Оооо. Я готов. Это будет сказать Владимир. Сейчас, минуту. У меня. Вот это уже. А он Владимир порвет и скажет, что он удостучит. Владимир. Приготовить емкость. Владимир. Волкан.